Всем привет! Многим после новогодних праздников теперь интересно, как же сбросить всё то, что ты наел. Кстати, сразу же разобью некоторые ваши иллюзии. Вы удивитесь, но не нужно никаких диет или бегать каждое утро по марафону, и что похудение не означает всегда быть голодным и есть одни салаты. Та-та-та, так как это? Я целый месяц сижу на диете, ем одни салаты, и ты говоришь, что это не работает? Как, блядь? Без главных понятий о питании, о которых я расскажу в этом видео, вы влятри похудеете. А если и сделаете это, то это будет временным и не факт, что безопасным результатом. Питание в первую очередь должно быть здоровым и сбалансированным. Итак, возможно у многих вопрос, как такое может быть, чтобы диеты не работали? Ведь всю жизнь мы слышали, что какие-то там звезды сидели на грейпфрутовых, помидорных диетах и похудели. Ну все же, давайте уясним пару вопросов. Не всегда диеты бывают нерабочими. На счастье, можно найти несколько нормальных диет для похудения. Но в каждой диете, о которой вы услышали в интернете, от знакомого или даже от диетолога, не учитывается один нюанс. Она может просто не подходить вам. Да, так все просто. Например, по диете вам прописано быть на ужин рыба, а вы просто терпеть не можете рыбу. И что, пихать ее в себя через силу? Это ненормально. Или просто количество приемов пищи, количество продуктов. Некоторые продукты могут вам просто не подходить. И при похудении, в первую очередь, нужно обращать внимание на ваши ощущения и самочувствие. Ведь, как обычно люди делают, сидят, едят одни салаты, которые состоят лишь из зелени по три раза в день. И надеются на чудо. Тут стоит рассказать вам одну интересную вещь о диетах и несбалансированном питании в целом. Грубо говоря, жир – это золото для нашего организма. А мышцы – это серебро. И когда приходит голод, перед организмом наступает сложный выбор. Отдать самое дорогое или то, что подешевле. Тем более, голоду все равно, что забирать. И, конечно же, организм платит тем, что подешевле. А это ваши мышцы. И таким образом, вы можете терять свой вес, но потери будут состоять из важного аспекта для тела – мышц. О том, как это предотвратить, я расскажу чуть позже. Проще сказать, жир – самое важное для вашего организма. И когда все же наступит тот момент, когда нужно будет отдавать жир, организм-то его отдаст. Но, когда ваша диета закончится, он сразу же компенсирует все потери и даже больше. Но, блин, ты говоришь, какие диеты плохие. Но аналогии не приводишь. Согласен. Так что сейчас тот момент, когда я вам расскажу о основах питания. Итак, расскажу я о похудении и о сушке. Так что советую послушать повнимательнее. Похудение – это процесс уменьшения веса ценой потери лишней воды, мышц и только напоследок жира. Самое главное в похудении – это дефицит килокалорий. Калория – это та штучка, которая есть во всем, что горит. Калория – это энергия, которую расходует наш организм. Ежедневно организм расходует около 2000 килокалорий. Но, возьмем, к примеру, если вы набираете вес, вы едите больше. То есть, к примеру, 2500 килокалорий. И этот перебор в 500 килокалорий организм кидает в жир. Но мы говорим о похудении. Так что давайте разберем принцип работы калорий с похудениями. Для того, чтобы похудеть, вам просто нужно урезать количество поедаемой пищи. То есть, для начала я вам советую урезать на 250 килокалорий. И поедать не 2000, а 1750. Потом, если вам, конечно же, будет мало, вы сможете урезать еще на 250 и есть 1500. Кстати, люди, у которых есть очень много лишнего веса, они могут скидывать, даже если будут есть всего лишь 2000 килокалорий. Так как организм привыкает к большему, и потом 2000 ему кажется уже недостатком. Также я упоминал о сбалансированном питании. И давайте просто пару кратких мимолетных советов. Я думаю, вы знаете, что такое белки, жиры и углеводы. И между ними нужно держать баланс. Средней статистической формулой для поддержания веса есть 0,8 грамм на килограмм белка, 5 грамм на килограмм углеводов и также 0,8 грамм на килограмм жиров. Но вам это попросту не надо. Да, в идеале это стоит знать. Это прям в идеале. И это нужно уметь применять. Но так как я понимаю, что, скорее всего, здесь новички, то давайте просто объясню пару главных нюансов. Во-первых, белки. Во время многих диет белками пренебрегают, что очень плохо для ваших мышц, так как белки поддерживают ваши мышцы, если очень грубо говоря. И если вы перестанете есть нужное количество белков, вы будете скидывать не столько жир, столько мышцы. Это очень плохо. Белки содержатся в мясе, рыбе, яйца, творог и тому подобное. Кстати, творог лучше есть на ночь, так как он долго усваивается. Дальше. По поводу углеводов. Вам стоит есть только медленные углеводы, то есть каши. Но, когда вы будете худать, я вам не советую есть белый рис, так как он довольно калорийный. У него высокий гликемический индекс. Что такое гликемический индекс, могу создать отдельный видос. Но это уже то, о чем нужно знать в идеале. И пока что не забивайте себе этим голову. По поводу жиров. Я рекомендую есть в основном насыщенные жиры и не так много. То есть насыщенные жиры это грецкий орех. Грецкого ореха тоже лучше много есть, так как он пипец какой и калорийный. Грамм, 10, 20, максимум 30 на день. Вам с головой хватит. Итак, итог по похудению. Побольше белка и дефицит калорий. Все. Да, я от этого так долго толковал, чтобы потом подвести все в двух словах. Но также помимо этого есть еще много нюансов, о которых можно толковать сейчас. Но я и так боюсь, что это видео затянется. Но когда-то я об этом обязательно расскажу. Дальше у нас на очереди сушка. Сушка это процесс похудения, во время которого вы сжигаете исключительно жир и практически не сжигаете мышцы. Опа! Вот это мне и надо. Вот это да, вот это тема. Да, это звучит заманчиво, но это намного сложнее. Сам принцип сушки заключается в том, что вы должны расходовать калорий больше, чем поедаете. То есть, например, вы поедаете 1500 килокалорий, а расходуете 1700. Здесь уже нужно будет налечь на силовые упражнения, на побегать. Иногда стоит побыть голодным. Но на самом деле результат того стоит. Но я не рекомендую сушку и советую не заниматься сушкой тем людям, у которых нету опыта в спорте и опыта в питании и слежки за ним. Так как сушка это уже иной уровень. И если вы хотите просушиться, вы уже должны иметь опыт в спорте, в питании и вы уже должны знать немного больше. Если хотите, я вам расскажу про сушку как-то в отдельных видео. Итак, стоит сказать, что видео являлось кратким пособием для новичков. Главное основы правильного питания. Что ж, если подвести итоги, главное налегайте на белок. То есть мясо, рыба, яйца, творог и тому подобное. Во время похудения просто делайте дефицит калорий. Начните с минус 250 ккал, ешьте чуть поменьше. Потом, если вам будет мало, можете делать еще меньше. Конечно, если вы захочете, вы можете добавлять тренировки. Но советую не пренебрегать силовыми тренировками, так как вы можете потерять очень много мышц. Во время сушки вы должны расходовать больше, чем поедать. То есть вы должны набегать на 1500 ккал, а съесть 1200. То есть все кратко, надеюсь и понятно. И стоит понимать, что правильное питание это не временная привычка, а стиль жизни. Придерживаясь которого, вы сможете уберечь свой организм. Это лишь малая часть всего айсберга, но я попытался объясниться мне основы. Так как если я рину в этот айсберг, люди могут испугаться потоку информации и просто не слушать дальше. Например, само слово гликемический индекс чего стоит. Если я вижу фидбэк на этом видео, то я выпущу обязательно вторую часть про питание и о том целом, как похудеть, набрать массу и тому подобное. А надеюсь, главные основы питания я вам объяснил и вы все поняли. А на этом все. Желаю вам во многом успехов. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. На этом все. Всем удачи. Всем пока. Хорошего дня. Пау.